Всем привет, мои подписчики и просто новые зрители. Перед началом видео я хотел бы вам рассказать о своём твич-канале. Ты, наверное, не знал, но он у меня есть, да, где там проходят стримы минимум раз в неделю. Канал, конечно, пока что сырой, но с вами будет весело. Заходи, у нас лампа, подружная атмосферненька. Я тебя жду. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале GamerHMB, с вами я, Бима, и сегодня мы с вами рассмотрим одну интересную фиговинку. Я вам расскажу, как скачать стикеры Coca-Cola бесплатно. Ну, они и так бесплатные, но просто мало ли, вдруг кто-то не заметил, кто-то не знает, ну, не знаю. На всякий случай хочу рассказать. Мы заходим в магазин со стикерами, добавляем Coca-Cola, и нам после этого автоматически пишет бот Coca-Cola о том, типа, Coca-Cola дарит всем наборы стикеров с новогодними персонажами. Хочешь открыть дополнительные стикеры, напиши да или нет. После этого вам надо написать, ну, если вы, конечно же, хотите, если вы смотрите это видео. И, конечно же, пишите да. Да. И бот нам отвечает, хорошо, но сначала задание стишки я уже слышал, поэтому пришли ко мне фото любой бутылочки или баночки Coca-Cola. Главное, чтобы ее хорошо было видно на фотографии. И тут вот такой косяк, он вроде как бы написал фото любой, любой, любой бутылки, но все-таки не любой. Это должно быть именно оригинальное ваше фото. То есть с интернета скачанное не подойдет, потому что я попробовал, думаю, ну вот, в принципе, фото Coca-Cola хорошо видно. Любое фото, как он сказал, но нет, это не подходит. Он пишет мне, ну, у дедушки есть такое фото, пришли скорее свое. Ну, где же фото, стикеры тебя ждут. Ну, я потом сходил, короче, вы думаете, надо идти покупать в магазине бутылочку, е-мое, вымогательство какое-то ради стикеров. Те же 65 рублей на баночку Coca-Cola, ну нахер. Но нет, вы можете поступить хитрее, заходите в магазин и просто фотографируете Coca-Cola, берете и фотографируете. Вот, я поставил, сфотографировал Coca-Cola. А, и все. Потом он пишет, аух, дедушки, не ожидал столько писем с фотокарточками. Подожди несколько минут, я обязательно вернусь. Все, вот так вот. И он, короче, возвращается сейчас некоторое время, вот через 40 минут мы видим написал. Молодец, дедушка доволен, задание выполнено. Вот тебе стикеры счастья и волшебства, а тебе в новом году. Все, я решил проверить, интересно, подготовили ли они ответ, если я напишу спасибо, да? Тут они подготовили даже на это ответ, не за что. Это мне написал сам бот, не какая-то, ну не Coca-Cola мне это писали, а, ну, именно бот. Так что все отлично просто. Ну-ка, я знаю, написать от души. От души. Как дела? О, нифига, тут, смотрите, с ним можно даже побазарить. Так, зачем ты раздаешь стикеры? А хочешь открыть дополнительные стикеры? Да. Так. Ага, видишьте? Ребят, короче, с ним можно побазарить и одновременно, через несколько дней можно получить еще одни стикеры, и он нам сообщит об этом. Так что, ну, друзья, вы понимаете, да, то есть будет продолжение, часть 2, ё-моё, нифига себе, какой квест. Можно поговорить о нем еще. Да. А знаешь ли ты год, когда в России впервые зазвучала песня «Праздник к нам приходит» из любимой новогодней рекламы Coca-Cola? Ух, это я не знаю, но это не так давно, наверное, было. Ух, это сложно. Не, я не знаю. Я написал «Нет, я не знаю», или он... Ааа, лол. Я написал «Нет, я не знаю», я не написал. Ну, давайте 12-й. А, поменьше, ё-моё, я думал угадал. Ой. 1995-й, ё-моё. Ааа, блин, 95-й год, ё-моё, это так давно? Я, я... 12-й, 11-й, ё-моё. Не знаю, раньше никогда не слышал. Ну, наверное, потому что я был тупым и ничего не слышал, кроме себя. Так, ну ладно, давай еще послушаем, что... Ну, что в видео немножко растянуть, потому что я сам это только что узнал, ё-моё. Часто спрашивают, о чем я мечтал в детстве. Я всегда хотел дарить подарки, ездить на волшебных санях и просить новогоднее настроение. О-хо-хо. Кажется, этим я и занимаюсь. Ну, давай, посмотрим весь его потенциал. Ох, как смешно читать про себя в интернете. Например, пишут, что скоро моих саней больше 1000 км в секунду. Разве такие быстрые сани бывают? У меня самые обычные сани. Сани волшебные. Вот и весь секрет. Охренеть, вот это юмор. Представляешь, мне вместе с новогодней почтой приходят странные письма. То обогреватели предлагают, то для укрепления волос что-то. Однажды ответил, для бороды есть что-нибудь? Они молчат. Знают, наверное, что борода твоей дедушки замечательная. Офигеть. Вот это, вот это шутки. Ё-моё, вот это шутки. Постарались. Вот вам уже смешно, ребята. Я уверен, что вам смешно. Блин, ну как можно не посмеяться? Дед Мороз это святое. О, с фоточкой даже. А поможет дедушке разобраться с загадкой? На столе... О, загадки это интересно. На... Так, пум. На столе стоит 4 бутылочки Кока-Кола. Какие две бутылочки делят между собой один шарф? Так. Какие две бутылочки делят между собой один шарф? То есть надо... Ага, посмотрите. Сейчас такие магии. Сейчас стрелы. Вот. По-любому второе. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, я так и знал, я топливая. А второе и третье. Еее. Так. Да, хочу загадку. А, ну-ка, если я написать, хочу загадку. Ладно, давай, да. Как известно, в каждом часовом поясе свой Новый Год. А знаешь ли ты сколько раз отмечать Новый Год под бой курантов в России? У-у-у, вот это, кстати, интересный вопрос. Блин, сколько у нас? Ох, вот это сложный вопрос. Просто, ребята, вот это реально сложно. Я не помню, по географии проходили, ё-моё. Ох, сложно. Почему-то 8 или 12, давайте 8. Побольше. Блин, ё-моё, ребята, я не помню. 12 давай. Поменьше, 9. А-а-а, 11. Ну, вот видите, 12. Я сказал 12, но это почти 12-11. Ну, в принципе, нормально, да. Давайте будем искать загадку. Так, а знаешь ли ты сколько метров высота была самой высокой ёлкой в мире? В 2009 году она даже попала в книгу рекордов Гиннесса. Попробу гадать. Пиши свою цифру. Так, ну, давайте из логики сходить. Пятиэтажный дом, ну, это сколько метров может быть? Средняя высота 2,5 метра. Или сколько? Или 3,5? Ох, не помню. Ах. Ну, допустим... Не, не 2,5, побольше. Ну, 3 метра, допустим. 15 метров. Ну, думаю, метров 50. Ух, невысокая, понятно. Офигеть, невысокая, ё-моё. 100. Невысокая? Охренеть. 100 метров. Ё-моё, это же какая высота. Ну, допустим, вот 200. 110. Дедушка помнит, как сейчас. Высота самой ёлки в мире составляет 110 метров. Эх, были же времена. Охренеть. 110 метров, ребята. Но, не, это интересно они сделали. Так. Это шуточки, шуточки. Нам не нужно давать загадки. Опа, загадка, да? Родион, помоги дедушке собрать подарки. Какого предмета не хватает на нижней полке? А, какого предмета? Это, типа, найди отличия, да? Ну, вон, что-то чего, конфетки, да? Что это там не хватает? Давай, грузи. Ну вот, конфетка есть, конфетки нет. Конфеты. Да? Будет обидно, если я не угадаю. Умничка. Так, нам не надо, не надо, не надо, не надо. Так, помоги дедушке нарядить новогодние ёлки. На какой из них спрятались красные шарики? Стоп. Спрятались красные шарики. Стоп. Красный шарик. А, ну... Вот, да? Это же не красный, да? Вот красный, да? Первый. Блин. Непонятно. Вроде красный, вроде нет, но это... Нет, это не красный. Вот это вот красненькое. Один. Так, ну ладно, дорогие друзья, на этом будем заканчивать, потому что... А, ну какой смысл уже с ним базарить, когда... Ну, блин. Это, конечно, интересно. Вы можете и сами побазарить с ним, почитать. Там, я не знаю, что он вам может рассказать. Так что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был я, Бима. До скорых встреч.